Сегодня в информационном центре АЭС состоялось ноябрьское заседание Волгодонской городской думы. Среди рассматриваемых значились вопросы об изменениях в бюджете на конец 2012 и плановый период 2013-2014 годов. Об исполнении целевых долгосрочных программ развития культуры города Волгодонска и спорт для всех. Но открывал заседание парламентский час о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе за 9 месяцев этого года. Подробности у моего коллеги Виталия Никулина. Ноябрьское заседание Волгодонской городской думы его участники начали сразу с двух приятных событий. Наши коллеги телекомпания НК вот уже 12 лет в эфире. А Петр Горченюк переизбран секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Примечательно, что самые теплые поздравления председатель думы получил от своего политического оппонента коммунистки Воронько. Желаем вам, уважаемый субтитр Петрович, чтобы ваша мудрость и терпение продолжали созидать, сохраняли благоприятное здоровье микроклима, доброе отношение между всеми участниками политической системы городской думы. Первым же вопросом в повестке дня стоял доклад главного санитарного врача Александра Анасяна о санитарно-эпидемиологической обстановке в Волгодонске за 9 месяцев 2012 года. Количество инфекционных заболеваний снизилось на 40%. Но впервые с 1993 года в городе зарегистрирована групповая вспышка сульмонеллеза. Пострадали 11 воспитанников детского сада «Дуванчик». Еще одним неприятным сюрпризом стала лихорадка западного Нила. Всего в Ростовской области комарами-разносчиками укушено 48 человек. Четыре случая в Волгодонске. Первый из его истории завести на четыре случая заболевания у мужчин в возрасте от 37 до 55 лет. Инфицирование, которое произошло в результате укуса комарами, являющихся переносчиком данного заболевания. Неблагополучие в течение ряда лет было у наших соседей в Волгодонске области. С ПИДом в 2012-м заразилось больше, чем в прошлом году. 23 человека против 21-го. Причем трое из них являются трудовыми мигрантами. Особую озабоченность у Александра Анасяна вызывает санитарное состояние водопроводно-канализационных сетей. Оно настолько плохое, что способствует распространению вирусных инфекций. Проблемой остаются и дикие бродячие собаки, борьбу с которыми в этом году вновь отдали на откуп одной из ростовских фирм. Это фирма с ростовской фирмой. Это по конкурсу, был конкурс. Они обязательно их вывозят с территории города для размещения на территории, где есть соответствующие приемные пункты. Поэтому это условие было обозначено. То есть это приют или что-либо. То есть это в договоре было оговорено, потому что у нас на территории города приютов таких нет. Депутат Веслоушкин поднял проблему выгребных ям в частном секторе. Также, по мнению многих, влияющих на санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе. Коллега народного избранника Алексей Бородин поддержал проблемную тему возмущенным монологом о торговых павильонах, не оснащенных туалетами. И, как следствие, антисанитарии в них. В общем, повестка дня ноябрьского заседания Думы включала в себя 12 вопросов. Большинство из них были менее проблемными, нежели санитарная обстановка в Волгодонске. И принимались народными избранниками практически единогласно. Виталий Никулина в итогах ноябрьской думы.